Сколько машин сломанных. Во второй половине не будет такой, конечно, народу. Очень-очень жарко. Перед нами 300 человек где-то. Стоимость водички 250 драм. Это чарджер. Рейндж-ровер, рейндж-ровер. Это просто бомба. Я люблю купешки Порше. Нашел себе хорошую игрушку. Все, ура! Друзья, здорово! Мы приехали в ГАИ. Будем снимать машину с учета. Не нашу машину. Наша подружка Аленка попросила сделать эти действия, так как она в Москве. Но мы сейчас будем снимать машину с урой. Не машина, а номера машины с учета. И вы находитесь на канале Sirikonian Family. С вами я, Танюшка. И мой муж, Акопчик. Сколько машин сломанных. Сломанных, да? И да, машин на самом деле огромное количество. Меня снимаешь? Тебя. Смотри, какие машины стоят. У нас у нас есть Майбах. Да, там гелик. Крутые тачечки. Тут какой-то внедорожник. Короче, любая тачка, которую вы хотите, в Армении есть. Это точно. Тут все вам найдут просто. Сейчас нужно понять, как весь процесс нужно совершить. В первую очередь приходим в ГАИ, спрашиваем у первого попавшегося человека, где можно машину снять с учета. И это не тот. Идем в общий вход. И там уже спросим у работников. А какие документы нужны? Ты уже знаешь? Мне отправили доверенность, чтобы я мог эти действия сделать с Москвы. Документ машины, номера машины. Соответственно, мой паспорт и, может быть, мои водительские удостоверения. Ага, все, понятно, спасибо. Короче. Вот сколько тут людей. Видите, да, сзади очень много народу. Я думаю, во второй половине не будет такой количества народу. Ну, я ошибся. Идем. Давай, искать. Боже, тут прям толпы, да. Можно вообще беспонятить. Вы не делаете. Давай, у кого-то спросим. Итак, сказали, нужно оплату сделать наличными. Мы пока что общая сумма неизвестна. Сейчас я с ним просто какую-то сумму. Сейчас спрошу, какую-то хотите. Давай. Ну так, работники есть. А копчик подходит, спрашивает, как дальше двигаться и что делать. Что тебе вообще надо сделать? Что тебе надо заплатить? Я забыл слово на русском. Скажи на армянском, я пойму. Дуй-ка, гай. Ну, типа, за имущество. Нужно заплатить деньги. За владение имуществом? И там какие-то еще сборы. Общая сумма, она говорит, пока что заплатить 10 тысяч грамм, все остальное скажу. Сейчас, короче, возьму 10 тысяч грамм и все остальное скажу. Давай. Окей. Так, общая сумма будет 69 тысяч грамм. Все. Сейчас достанем денежки и сделаем. Давай. Тебе надо их снять, получается. Здесь заплатить наличкой. Я правильно поняла? Карта нельзя рассчитаться. Окей. Что ты с долларового счета хочешь здесь снять? Тут можно? Нет, я поменял. А, ты у себя сделал там конвертацию. И теперь надо снять тебе 200 долларов. Варя не показал, да? Не знаю. Все, обналичиваем денежки. Дальше нам куда идти? Куда это девушки? Ага, она все консультирует, все подсказывает, да? Да. Номер телефона твой тоже не покажу, чтобы не звонили мне тут невесты. Да, конечно, никаких данных, где мы живем, номер телефона и где мы не сообщаем. Что ты дальше диктуешь? Да, подходишь, заходишь в это здание, где ГРИ, подходишь к любой девушке возле оборота, спрашиваешь, какое у тебя действие нужно делать. В данном случае мы снимаем машину с учета, говорим, что нужно снять машину с учета. Оплачиваем за владение машиной какую-то сумму, в нашем случае это 60 тысяч, и за услуги платим 9 тысяч. А, 60 и 9 за услуги, да? Пока что вы только это. Все, ладно, спасибо. От себя, друзья, что я могу сказать, в помещении очень-очень жарко. Катастрофа просто. Тут миллион людей и кондиционеры, наверное, не работают. Есть, есть один там, но он там работает. Да? Там один, два. Ага, ну тут духотище. Работает тогда, когда ты чувствуешь, как будто ты стоишь под кондиционером. Да, ладно, но я увидела, тут есть вентилятор, и я встала перед ним, так что я почти обманщица. Оказывается, есть охлаждение. Получать какой-то талончик. Что за крик там? Такой страшный. Все, когда мы оплатили, нам нужно получить талончик. Все, талончик взяли, 6-6-6-1, ждем нашей очереди. Все действия сделали, пошли. Давай, то есть теперь только ждать, да? Вроде все действия сделали, все платежки сделали. Сейчас нужно ждать документы и в то же самое время делаю фото, отправляю нашей подружке, чтобы она знала, какие у нас платы были. Да, уже когда проходим сюда, чуть-чуть дальше, тут есть кондиционеры, и, кстати, работают. Здесь попрохладнее. Там в холле было очень душно, тут нормально. А тут уже хорошо, да. Да, тут приятно. Дверь не закрывается, и люди идут туда-вврату, гуляют себе. А двери, в общем, не закрываются. Да, да, да. Ладно. Ничего. Переживем. Много надо будет. Итак, у нас номер 661, а сейчас очередь идет только 357. Короче, нам 300 человек. Перед нами 300 человек где-то. Обалдеть. Так, сейчас хочу показать. Значит, 15, 18, мы начинаем. Посмотрим. У тебя часы есть? Да. Ты мне подарил. Иди делай удивительное лицо. Водичку идем. Давай, да. А я хотела сказать, посмотрим, во сколько мы зайдем. Сколько времени будет длиться этих 300 человек. Думаю, часик, как минимум, сейчас тут будем торчать. Хорошо есть буфет. Кушать мы любим. Просто мы наелись дома, но ничего. Водичка. Нет, это что? Я хочу воды. Да, воды. Да, если есть джермук. Или вот эту зелененькую. Да. Да, да, с лебончиком. Ага. Так, стоимость водички 250 драм. Сколько стоит в магазинах? Напишем ценник здесь. Чтобы сравнить, дорого здесь или нет. Просто я не помню. И, кстати, если вдруг кто-то голодный, это хорошо, что есть такая столовка. Все чистенько, нормально. И покушать есть что взять. Прекрасно. Взяли мы водичку. Вижу, здесь есть тортики, эклеры. Есть прохладительные напитки. Макут очень душно. Я предлагаю тебе пойти там подождать. И я еще хочу сказать, что я помню, в прошлом году, когда мы снимали нашу машину с учета, мы пили здесь холодный кофе. Поэтому холодный кофе тоже делают. Да-да, где-то там дальше. Я помню, в прошлом году, когда мы были тут, тут были стулья, эти скамеечки, и тут можно было сидеть. А сейчас убрали, поставили стульчики. Стульчики, стульчики. Пора стульчики, говорю, значит, стульчики. Там большая толпа людей, почему-то, не знаю, все там тусуются, тут особо никого нету, и тут кондиционер. Короче, мы любим тусоваться там, где мало людей и комфортно. Да-да, вот так. Лучше стоя, но легче дышать будем. Короче, я думаю, часик тут будем. Ты думаешь, как, больше? Больше. 300 человек, это не так, как будет. Ну да, кстати. Ладно, попробуем сегодня все сделать. Кстати, я думаю, один момент, что номера машины могут не пригодиться. Сейчас посмотрим, или сдаем, или не сдаем. Пока что информации у меня такой нету, что мы делаем с номерами машины. А что ты так называешь? Не знаю, почему-то Алена у меня спрашивала, что номера машины там типа не нужны. Я не знаю, сказал, пусть отправят. А если кто-то такое сказал? Вполне вероятно. Ну, если не нужны, то там будем с номерами машины ходить. Ладно, сейчас подождем, поймем. Короче, так как получается, нам очень долго надо ждать. Мы решили выйти и показать тут, какие машины есть. Так как Акоп любит машины, будем смотреть и показывать. Будь здоров, брат. Будем смотреть и показывать машины. Все. Самые крутые машины все покажут. Да. Так, я хочу сначала показать эту машинку. Я очень люблю BMW и BMW четверки. Это за тобой белая двухтверная машина. Купешка? Обожаю, да. Так что имейте в виду, друзья. Для меня, наверное, лучшие машины это купешки. Купешки. Я люблю большие машины. Имейте в виду, мне очень интересно. Те, кто вдруг там надумает что-то. Тут есть Maybach GLS 640. Мне... Да-да-да. Еще хотел добавить, что я люблю из крайности крайность. Или даже неправильно я сказал. Я люблю любые машины. Ниву любишь? Посмотри. Да, только хорошую сделанную Ниву. А так мне очень безумно нравится вот эта машина. Это называется... Додж. Как марка машины? Додж Ромео. Шелленджер. Это одна из моих очень любимых машин. И я хочу не просто вот такую машину. А, нет, это... А, нет, правильно. Это Додж. Просто они как-то переделали переднюю часть. И рядом стоит Ренч Роберт. Тоже мне очень нравится. Они очень статусные. И очень комфортные. Да, и очень комфортные. Очень удобные. Хотел сказать по поводу Доджа. Я не хочу просто вот, чтобы был Додж. Если покупать, то покупать полную комплектацию. Там 6,2 литра мотор. То есть это бешеная мощность. Там машина называется Hellcat. Ты садишься, нажимаешь на газ и просто теряешься. А я хочу сказать, что я очень большая противница этой машины. Они ревут просто, как трактора какие-то. Я ненавижу эту машину. Сколько Жак мне ходит ее показывать. Хочу, хочу. Я думаю, хоть бы как-то обошло, чтобы мы ее не покупали. Нехорошо сказано. Мы пришли в стоянку какую-то. Автостоянка просто. То, что ты спрашиваешь, это тоже дочь машинка. Да, это дочь. Ну, дочери, они с рожками. Да? Там не барашка, там козел или как называется. Вон. С рожками. А, коза точно. Это коза. Или бык, бык. Это лакоцепня, это не бык. Это чарджер. У них тоже есть версия мощнейшая, с очень сильным, мощным мотором. Так что это тоже можно, чтобы рычала и кричала. Да? Да. Но мы же ее не купим, да? Конечно, не купим, дорогая. Как ты хочешь, так и сделаем. Обязательно купим. Рэнджи. Мне нравится. Той машина. Сзади чуть не сбила меня. Короче, если вот так по-честному сказать, хороших машин много. Но еще больше старых и убитых машин. Вот, например, смотришь вот этот Мерс, да? Например, он там вроде свеженький, новый. Но там 2008, максимум, 10-й год. Это уже сколько получается? Да, это 10-го года? Да, это очень... Ну, это вообще одна из новых. Нет, это очень старая машина получается. Вот эта синяя, посмотрите, это крутая. Это Genesis G70, если не ошибаюсь. Хорошая, не крутая. Хорошая машина, да. Очень много Toyota Camry, Mazda CX. И рядом я вижу Ford Mustang. Ford Mustang тоже классный. У них тоже есть полные комплектации, там 6,2, если не ошибаюсь, мотор. Но мне они не такие уж и симпатичные. Напишите, друзья, напишите, пожалуйста, друзья, ваше мнение об этой машине. А я хочу вам показать одну очень крутую тачку, которую я бы вот хотел, вот... Просто не могу, слов нету. Это вот эта тачка. Это новый Range Rover. Range Rover, Range Rover, Range Rover, это просто бомба. Давай я обойду кругом, покажу. Она очень симпатичная, очень стильная, красивая, нежная. Черная, нежная. И вообще... Нежная, ты даже на нее сказал. Да, ну вот так и есть. Она нежная, смотри, такие линии. Да, она вроде гидранная такая, но такая вся какая-то простая. Так что невозможно, невозможно еще разочек не пойти и с этой стороны не посмотреть. Ну смотри, ручки, как они открываются, они внутри. Да, мне это очень нравится. Вообще дизайн, конечно, на высоте у этой машинки ничего не скажешь. А это, если не ошибаюсь, он хоть и битый сейчас, но это Hellcat. Сейчас я посмотрю. Hellcat, это комплектация такая, мега крутая, там мотор очень мощный. Сейчас сзади посмотрим. Нет, это не Hellcat. Спереди там была какая-то надпись. Сейчас с другой стороны. Тут это на этой стороне есть кошка. Нет, это ничего не значит. А, да, это Hellcat. А где ты видишь? Видишь, вон там. Сейчас подойду. Вот эта штучка. Нет, это не Hellcat. Это просто. Короче, нужно обязательно зайчик купить эту машину. Вон, вижу, кадилак тоже красивый. Седан. У нас такой ролик, как будто мы сейчас покупаем машину и решаем, какую купить. Ну, пусть будет такой, слушай. Я знаю, что ты увидела, смотрю, вон там стадион. И очень классно сделали сиденье. От седан не видно. В армянском... Да, да, да. Цвет армянского флага. Да, да, да. Ну, это тоже там максимум 13-14 год, не новее. Понимаешь, уже 10 лет машине. Вот BMW сзади стоит. Тоже там. 2008-2007. В общем, my love, конечно. Ну, я тоже люблю, Бех. И только после того, как мы покатались на BMW, я понял, что BMW должно быть новое. А то это такие траты, такая нервотрепка. Ты едешь просто на этой машине и думаешь, ну, с тобой ничего не случится. Он не сломается. Он не об этом говорит. Он не сломается. Просто какая-то лампочка сгорает. То, что означает, что тебе надо... Еще баксов сейчас везти. Да, пойти там что-то отдать. Есть, я вижу, еще один Dodge Challenger заезжает, по-моему, зеленый. Мне хочется найти вот эту, самую мощную. Это классные кубики или нет? Старые. Старые. Очень старые. Тоже 10-8 год. Новых машин пока что только вот раньше я увидел, и все. Алекс сзади. Он вообще такой педняга. Не, он тоже там 15-16 год. Чтобы ты понимала, солнце мое, вот эта машина, вот этот Range Rover, да, красный, это 18-19 год. Рядом стоит тоже Range Rover, вообще 2008 год. Просто армяне умеют хорошо, красиво ухаживать за машинами. Да, да. Машинки реально ухажены. Приводят в порядок. Они красивой оболочкой покрытые. А внутри они, конечно же, не могут быть такие хорошие. Машина, представляешь, там сколько лет просто ездит. Если не каждый день, то там как минимум 4 раза в неделю. Ну да, да, естественно. Так что это немало. Вот я еще очень люблю Porsche. Только... С Porsche. Ну путь будет Porsche. Я люблю купешки Porsche. Мне модель вот этот Macan вообще никогда не нравилась. Но тут написано Macan GTC. Это... Ну тут хороший мотор, однозначно. Так что... Слушай, а еще давай поговорим, сколько Tesla вообще. Да, электрических машин и Tesla очень много в Армении. Не знаю, в чем такая привлекательность, но вот эта в Audi тоже электрическая, например. Да? Да. Тоже классная такая красивая дизайна. Ну, я электро пока что не желаю. Может быть, если вот будет возможность купить вторую, то ли третью машину электро, то да. Но одну электро покупать... Не знаю. Ну это ты потому что рассматриваешь, типа, если какие-то дальние дороги, то где-то будет какой-то дискомфорт, заправка или почему ты не хочешь? Потому что элементарные простые моменты. Вот, например, мне нужна зарядка, да? Ну... Я живу в квартире. Зарядить машину, это не так, типа, ты заехал в заправку, там, бензин, когда заполняешь машину. Не 5-10 минут. Это ты ждешь, пока машина заряжается. Это занимает времени, я не знаю, может, третий, может, час. Да, это чисто сэкономили время. Да, это не актуально в моем случае. Если иметь не квартиру, а дом, где будет гараж, и в гараже будет своя зарядка, то да. Но в любом случае, вторая или третья машина. Это Challenger, который я издалека увидел. Хочу обойти со всех сторон. Hellcate, они всегда отличаются цветом. Так что сейчас... Да, типа, кошка из ада. Да, они меня просто бомбят. Да, это тоже простой. А простые, они имеют мотор 3,6, то ли 3,2. Это тоже для Армении вполне достаточно. Это не маленький мотор. Но я поддерживаю с такого мнения, если покупать такую машину, то покупать полную комплектацию, чтобы ты почувствовал полную мощь, а не ездить и думать. А есть еще круче вариант. И отдать там, не знаю, большую сумму за эту машину. А вот это что за багажник? Это... Кроме на колесах или нет? Это траки. Это вагончики, да. Которых можно что-то продавать. Ну, бизнес делать, можно продавать еду, даже одежду, даже, не знаю, там, производство, как в офис можно сделать. Короче, на фантазию. Ага. Траки такие. Траки, да. Да, заметили. Очень длинная машина. А это был X5. Сейчас иди вот в эту сторону, он проедет, послушаем. Может быть, газанет. А я думаю, точно газанет. Ладно. Ну, BMW, 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 они такие, ты не можешь просто не быть таким. Я такой же. Вот хоть и маленькая дорожка, но ты газуешь. Подожди, он сейчас проедет, его заснимем садить. Иди сюда. Спрячемся тут. Давай. А это, кстати, одна тоже из моих любимых машин. Это Dodge Ram. Сейчас впереди покажу. Он убит, но мне нравится он очень. Не, он не проехал, он там остановился. Ну, BMW, очень крутая. Хочу показать сначала Dodge Ram. Тут. Эти большие, ты же любим. Я очень люблю эти. Сейчас люблю эти большие. И они мне привлекают очень. Я не знаю, не могу сказать, с чем связана вот эта любовь к этим машинам. Но они мне просто очень. Может ты трактористом в детстве хотел быть? Не смешно. И сзади вот эта крутая тачка. А это BMW X5 новый. Все, малыши, я тебя приглашаю уже внутрь. Потому что очень жарко. Иди, 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 все. Выходим отсюда, потому что реально жарко. Давай по тенику пойдем. Давай. Так, друзья, у меня возник вопрос. Как вы думаете, вот смотря наш блог, наш канал, и более-менее зная нас, вот какую машинку вы бы посоветовали нам? Какая машина нам бы подошла, вот в связи с нашим образом жизни, какой у нас характер. Да, как вы думаете, вот какую машину мы бы, нам бы подошло. Все. Ждем в комментариях ваших версий. Да, пишите много. Кто как думает, так и пишите. Да, я очень жду комментарии. И хочу попросить, чтобы вы, друзья, написали нам конкретную марку и конкретную модель машины, а не просто типа Mercedes. Вот Mercedes, если вы пишите, напишите Mercedes, например, GELIC или Mercedes GLE. Ну, хотя бы так, чтобы было понятно, а то, как вы понимаете. Да, половина людей, как я знаю от машины. И хорошо, что я знаю, что это Mercedes, это уже праздник, если я узнаю. Или BMW. Да. Друзья, вы меня услышали? Пожалуйста, напишите, как я вам прошу. Все, спасибо. Идем посмотрим, сколько времени прошло, кстати. Времени у нас 15.48. Полчаса прошло. Идем, смотрим, какая очередь. Блин, почти 50 человек только прошло. Это, конечно, да, там 396-я. Не знаю, попробуем. Ну, как мы можем не успеть? Если очередь можно записать, то не знаю. Сейчас пойду где-то девочке спрошу. Давай сейчас. Короче, нам ждать где-то 2 часа, как минимум, здесь. Но завтра мы не сможем этим заняться. Послезавтра тоже, а потом выходные. Так что придется подождать. Да, по нашим подсчетам, вообще мы должны попасть через 2,5 часа. Но так как работают до 18, то, наверное, попадем через 2, потому что уже 4. Еще есть такая услуга в ГАИ. Ты можешь, например, подобрать номер себе, который ты пожелаешь. Ну, например, 87 серию там какую-то. КАКК и 877. Это будет стоить? Нету, ладно. 8, 7, 8. Просто цифры пишу. Это тоже нету, ладно. КАККК. Давай, 36 тысяч драм. В общем, сидите и выбирайте себе номер машины. Но если не хотите, тот номер, который случайно вам попадется. Итак, дорогие наши, мы пришли в буфет. Сидим. Шел 2 час. Тут хоть и душно, но хотя бы можно посидеть. Конечно, это совсем нехорошо. Печально, что нету стульев в помещении. Их есть, но их штук 5. А где тут там? Нет, есть. Я видела чуть-чуть. 5-7 где-то на весь зал. Хочешь есть? Нет, но походу будем есть. Чтобы время убить. Ты хочешь? В общем, мы не можем уже там сидеть. Там очень-очень душно, жарко. И мухи кусают. Мы по дороге видели какое-то. Еще кафе идем, постараемся засесть там. И BMW 4. BMW 4 и вообще сейчас бы куда-то на речечку бы, на озерце какое-то, а не вот это вот все. Да, дорогой? Отвези меня купаться. Вижу зонтики кока-кола, стульчиков там нет. Но походу постоим и мы тут. В общем, мы там, конечно же, не остановились стоять на той жаре возле тех зонтиков. Там еще шаурмешное. В помещение зашли, там еще больше жара. Ходили вокруг да около, нашли вход в купец с другой стороны и два стульчика. Берем мороженку, будем сидеть здесь. Здесь хотя бы тенечек и воздух. И будет хорошо. А вот и Танюшка кушает сразу два мороженая. Так как ей очень вкусно. Что вы можете сказать? Вам не стыдно? Вы кушаете сразу два мороженая. Я просто хочу попробовать, потому что я с твоим мужем всегда должна давать все самое лучшее. И какой самый лучший? Вот это получше. Я чуть-чуть вам даю поесть, потом забью. Спасибо большое, что на этом. Просто на этом спасибо. Так, друзья, там 510 вызывают. А у нас время 17.15. И работает до 6.45 минут. Да, у нас 661. Я думаю... 161 человек получит. 150 человек. Короче, мы не успеем сегодня по-любому. Да, давай поехали уже, если я не будем тратить время. Так, так. Сейчас 5 минут и идем. Давай. Так, немножечко вносим поправки. Была ложная информация. Работает ГАИ не до 18.00, а до 19.00. Поэтому мы, скорее всего, успеем. Ждем еще час. А мой дорогой нашел себе хорошую игрушку. Убивают время и смотрят стоимость номеров. Не показывают. Все секретные секреты. Боже, там же ничего не видно было. Что, ты не хочешь сказать нашим зрителям? Какой ты хочешь номер? Сейчас тебе зрители машину подберут уже. Все. И номера пусть подберут. Так, друзья, рядом с нами сидела женщина и... Мы тут хохотали громко, наверное, веселили ее. Я учила армянские цифры. Мои, извините, ты не услышала. Я с ними на армянском поговорил, и мы договорились, что она отдаст свой номер дядьке, который сидел рядом с тобой. А дядя отдаст свой номер мне. Но дядя ушел, и эта женщина отдала свой номер нам, получается. И у нас был шестьсот шестьсот первый номер, а сейчас стало шестьсот семнадцать. То есть, минус пятьдесят. Времени восемнадцать четырнадцать. Давай, скажи на армянском. Мэг. Ут. Молодец. Мэг. Чорс. Молодец. Были чем армянские цифры. Видите? Ура, друзья, шестьсот семнадцатый. Полетели. Все, ура. Дорогой, подошел. Время. Восемнадцать двадцать четыре. Что, почему развернули? Короче, нужно, чтобы документы были переведены на армянский язык обязательно. И какой-то запрет есть на машине. Сейчас узнаю, какой запрет. Печалька. А что нам эта сотрудница не подсказала, чтобы мы не ждали? Она так, куда могла сдать. Она уже просто вот у вас дает и стоит. Это жесть. Давай. В общем, друзья, документ должен был быть переведен. Не нужно перевод сделать и заверить с нотариусом. Просто обычный перевод. Это раз. Во-вторых, нужно уточнить по поводу запретов. Они сказали, какой-то запрет есть. Уточним запрет, и у них терминалы не работают. Поэтому попробуем через другой терминал. Мне объяснили, как нужно это сделать. Попробуем через другой терминал сделать. А что за запреты вообще могут быть? Я не имею понятия, вообще не имею понятия. И в следующий раз, когда придете, они сказали, приходите пораньше. Потому что, может быть, что если тут не получится заплатить, нужно будет поехать в какое-то другое место. Вот и все. Капец, конечно. И так, друзья, 18.30. Три с половиной часа мы посвятили этому месту. И самое печальное... Да, ворота закрылись. Самое печальное, что мы не сделали. Да, что мы это не закончили. Короче, друзья, мы сегодня нашу сделку, так называемую, не закончили. Так что будет продолжение этой серии. Спасибо, что вы были с нами. Так что, друзья, лайкаем, пожалуйста, комментируем. Подписываемся. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать наши эфиры. И вы были на канале Siliconia Family. Да. До новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.